Знаете, что там, как по сетке, как по группам, кто с кем, как, в общем, Мунфоги. Корея против Украины. Болеем за Фогича. Зеркальный мэтчап. Эльф против эльфа. Кто был прав, где извинения? Зачем, если все равно мы бы успели прийти, в любом случае? Все равно ты отъел у нас несколько минут. И вот он, Фогич. Фогич. Чемпион по боксу. Радует китайца своим выходом. Не так, конечно, как Соник. Не умеет. Мало кто умеет так эпатировать. Надевает свое пальто, потому что прохладно. И садится. Он напоминает мне героя какого-нибудь из романа Достоевского. Образ такой петербургский. Заросший интеллигент долговязый в пальто. О-о-о. Ничего себе. Слушаем. Я профессионально играю в Warcraft 3. Я уже профессионально играю третий год. И за это время мне удалось уже обыграть известных игроков. Мун величайший профессионал в Warcraft 3. И я буду счастлив пожать ему руку и сыграть с ним в финале. К сожалению, корейский не знаем, поэтому... Китайские субтитры нам не особо помогают. Мун является кумиром Фогича. Ты его любимый игрок. И в этом плане, конечно, чисто психологически может быть сложно. На сцене играть против... Человека, из-за которого ты, собственно, в Warcraft играешь. Родион Романович Фоги? У меня во второй раз в финале WGL. Остался финальный шаг. И я сделаю все, чтобы стать чемпионом. Да, и вот кубок в виде Фрозентрона. Фоги был топ-3 голда. Был топ-2 голда. И сейчас он в одном шаге от чемпионства. Зеркальный мэтчап. Все в его руках. Ух, нифига себе, какие фотки. Мун пальцем показывает и смотрит. Опять же в душу. Это самый большой матч в 2018. Ох, ладно, друзья. Ладно, смотрим. Смотрим, готовимся. Играть они будут до трех побед. Боб пять. Даже в финале не отказались китайцы от стандартного количества матчей. Но я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы определить сильнейшего. Это как со своим батей, наверное, играть. Ну, не знаю. Батя-то в Warcraft выиграть несложно. А, Бо-7 все-таки есть. Слава тебе, Господи. Спасибо, друзья, за Бо-7. Чем больше, на самом деле, тем лучше. Рассказывают про наших там, про Хандреда, про Кэша, про Хавка, который все еще в Китае. Показывают нам статистику против всех, против Найт Эльфов у него. 2-0, 1-0, 1-0. Фоги там прорывался 1-1, 0-1. Там, он играл более так стабильно, по крайней мере, до плей-оффа. Играл без серьезных ошибок. StarStyle играет 8 матчей эльфийского Мирора и ставит пингвина. Все очень плохо. Ну, слушайте, нам нужно же выяснить, кто из них имбовее. То есть, понятное дело, что, да, эльфы доминируют в этом патче. Из 4-х человек, 1 орк, 2 эльфа и 1 переобутый эльф. То есть, инфи, который поставил эльфа и в матче за 3-е место. Спойлеры, внимание. Одолел Линнон. Сосредотачивается. Погружается, погружается. Все в раздумьях. Немножко понурый Фоггиш, но это нормальное его состояние. Причем они играют на всех картах, ничего не надо черкать. Надо только пикать, получается. Да, потому что карта всего 7, и просто будет проигравший выбирать карту. Да, точно, как ты говорил. Он учитывая такую длительную серию, вариативность в плане карт, мне кажется, что мы не будем смотреть прям везде. Козлы против козлов. Возможно, будут какие-то заготовки, потому что тот же самый, не знаю, Демон Хантер на определенных картах, контактных, маленьких, может сильно козла подконтрить на старте. Пошли в жухи в чате. Поддержка, поддержка, поддержка. У меня тоже есть квест поддерживать. Выиграть, короче, за Фогги этот турнир. Болеть, переживать. Мы должны справиться, друзья, должны справиться. Всем болельщикам большой привет. Привет, даже несмотря на то, что я тоже большой фанат старого Муна, старого Муна, который придумывал многие стратегии, которые, безусловно, и имеют свой уникальный стиль. Здесь я буду болеть за Фогги. Вы уж извините, пошли бешеные клики. И начинается суперфинал Голда 2018 зимней серии. Аааа, синий эльф, это Фогги, и цвета у них на протяжении всей серии меняться не будут. Красный эльф, это Мун. Правый верхний угол наш, левый нижний, инопланетный. У него статистика с Фогги 4.0. Ой-ой-ой-ой, опасно. Опасно. Фогги 4.0, это не было даже близко, Фогги встал на землю, но это первое время, когда эти два игроки коллайдят. Совершенно. И если вы спросите профессионалов, они всегда говорят, что это отличный бейст, особенно на сцене. Это очень поздний антифер, по-моему. Это Кейпер первый. Да, очень поздний барак. Деван Хантер, вот! А я говорил? Я говорил? Я говорил? Говорил я? Говорил, заготовочки возможны. А вы говорите, козел, козел. Серия Бо-7. Сейчас посмотрим. Что-то придумал Фогги. Блин, как бы зашло бы. Но смысл в том, что как бы ману высасываем, высасываем. Прикопки нет, если маны нет, нет. Вот. Но я не знаю. С нейтроном они там наиграли, они к лалайту готовились. Здесь Мун сильно от лалайта по стандарту не отличается вообще. Показываю Деван Хантера в 1.30, 22, 21. Повысили... Ну, короче, там... Ульту 60 секунд, а не 45. Но, кажется, у него... Я не помню, какой кодэ был раньше. Так, раз. Два. Блин. Ну, возьми артефакт. Хорошо. Так, у Муну тут немножко опокоится левиспа. Он крепится. Но ему же нужно как-то в агрессию идти. То есть я думал, что он оставит просто... Просто Арчу докрепливать, докрепливать. И сам побежит вторым левелом в втором зимке и туда. А, минус одна агила. Да, я понял. Господи. Побежал. Хороший артефакт. Немножко на плотность, немножко на скорость атаки. Выманивает. Будет покупать же салисных троллей для того, чтобы нейтрализовывать на ранней стадии прикопку. Видит сейчас Демон Хантера Мун. Понимает, что это будет не зеркало. Напомню, что Фоги готовился к Лавлиету 4 дня вместе с нейтроном. То есть когда... Как только стало понятно, что... Увидел, увидел, увидел козла. Как только стало понятно... Может, даже сапоги в этой ситуации надо покупать. Как только стало понятно, что его первым противником в плей-оффе будет Лалайд, что нужно зеркальный мэтчап тренировать, он, собственно, приступил к... О, хорошо, подблочить, 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 подблочить. Блин, не перехватывает, а? Грамотно. Ой, ну подблочила лягушка лучше, чем этот. Хорошо. То есть они, скорее всего, может быть, даже не все заготовки на Лалайте показали просто и все. Нужны ботинки, нужны ботинки. Да, вот это такая ситуация, что козла нужны не просто... Хантресы? Окей. Да, ботинки закупил, хорошо. Увидел. Хорошо, перехватываем козла, первый Бёрн. Первый Бёрн, первый Бёрн. Первый Бёрн пошел на козла, бежим за ним. И уже как бы не очень комфортно козлу. Вот, еще один Бёрн. Неплохо. И вот уже от козла-то ничего не осталось, по факту. В бою он не справится. С Димой никак. Маны у него уже нет. Можно его даже на базе присануть, пока к Хантресу не дошли. Не стоит, наверное, на базу забегать от два кота, рядышком уже есть. Неплохо. Фогич по центру там гонял вражеского виспа, делает Хантерс Холл, делает апгрейд на Т2. Любопытно, что же нам делать на втором тире? Вроде как... Не, ну... Напрашивается Хантрес, конечно же. Ну где диспл-то? Быстрее, диспл! Да, вот это очень плохо. Теряет джица лесных троллей. Арчаку тут не туда идет. Зачем? Наверху недоконтроливает. Тут виспомбы подблочат. О, здесь хорошо. Было близко. Нет, ряды точно. И виспа недоконтролил. Нет, не успевает Фогич. Не успевает. Не успевает. Это два готов. 30 на 23. Пошли лорницам. Аналогичным. Не, мазды рядом не нравятся темы. Все равно. То есть как продолжение нейтрализации козла. Ох. Отправил. Может быть здесь Арчи не нужны просто вот в такой ситуации. Опять ловит. Ну что происходит? Арчи убегают. Алхимик появился. Дима сейчас принимается за вражеского алхимика. Ой, хорошо принялся. Там алхимик немножко затупил у Муна. Бежал наверх, потом вниз. И он получал и минус ману, и минус кп. Неплохая заготовка. Да, вот уже и алхимик, смотрите. И не крепится главное никто. Ну правда не крепится. И мы тоже не крепимся. Так. Мазды рядом просто надо пилить, мне кажется. Прям вот мазды рядом. И значительно полезнее у тебя свои мазды рядом будут, чем его. Просто потому что у тебя Дима будет. Он хотя бы дополнительный дамаг будет наносить, в отличие от козла, который бесплатную экспу дриадам будет поставлять. Так, хорошо. Сейчас будет продолжать, видимо, харасить. Ой, Демон Хантер заходит на базу, заставляет вернуться козлом. Козел боится прикопка. Нычка делал. Нифига себе. Очень нагло. Хорошо крепится Мун, очень нагло, при помощи барака. Вытанковывает прекрасно. Так. Лимиты у них одинаковые. Вот сейчас проблема как раз в том, что мы похуже покрепились. Экспанд вражеский может дать нам возможность нормально... Ой, опасный момент. Хорошо прикопка. Ой, в смысле, Манаберн. Осидка. Поздновато. Можно штрафануть. Можно штрафануть одного кота. Двух. Дриады у нас пораньше. Отлично. Только контроль. Только контроль. Контроль. Осидка. Минус один кот. Подходит новый... Подходит вражеский дриад. Вот это плохо. И сзади еще крипы помогают. Две сетки. Ну, понятно. Да, вот это плохо. Да, там экспант еще делается. Тролли поднасрали, извините. Ну, там он в Арчей много инвестировал. Попродавал Арчей, к сожалению. Не знаю, знает ли он относительно... Ну, по поводу базы врага. Блин, а зачем ему здесь алхимик вообще? Вот в чем его смысл? Типа дриадок лечить все-таки, да? С героем. Лечения нет никакого. Да, видимо так. Да там уже просто плюс 7 лимита. Криппинг не хуже, и еще нычка делается. Плохо. Плохо, плохо. Да, и помните... Вспоминают очень хорошо комментаторы, как Мун контролил дриад. В центре какой-то, как эта встреча, Висп шел на разведку, его забрали. Еще кто-то шел на разведку, его забрали. 50 лимита на 40. Две перчатки скорости. У Муна уже экспант доделался. Да, Фоги может только догадываться, что Мэкс... 3.2 на 3, почти 3. В том-то и дело, этот экспант довольно рискованный. Его ставить до того сражения было очень рискованно. Сейчас как бы можно, но... Может тайминг не тот. Идет сзади сейчас Мун, может быть успеет Крипджекнуть. Опасный момент. И телепорт, хорошо, может быть это правильно. Став хороший, очень залечивает козочку, но отдает мага. Это точно третий левел у Алхимикам. Грейды еще хуже. Нет, все хуже. Видит сейчас экспант Фогидж, понимает. Заходит в магазин, там свитка нет. Дефенс доделывается тоже. Да, мне надо приходить, пытаться навязывать бой на экспанде, забивать на Мэйн. Все, идти сюда, просто пытаться нычку убить. Но это очень плохо. Тут протектор делается наш. Да, 55, у него лимита больше просто. И у нас свитка нет. Мун должен отбиваться тут вообще на язычах. Шреддер еще взял. Ой, хорош. Ну и у нас Алхимик, похоже. Вот если протектор достроить, они же сейчас дополнительно ВПС добавили протектора, и протектор быстрее в принципе достраивается. Может попробовать под ним посражать, потому что колоссальный там урон будет под рядом. Берет еще трех... Трех... Да, достраивается протектор, слушайте. А офф? Зачем? А вот протектор прям очень хорошо зайдет. Все, понеслась. Там 64 лимита, правда. Блин, дичь какая. Да. Да, идет, 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 идет. Поехали. Протектор работает. Минус дриада наша одна. Очень плохо контролит Фогги. Вы видите? Он вырывается вперед. Нельзя... О, подрывники идут. Подрывник минус. Блин, ну тут держаться надо как-то. Не знаю как. А, там аов вытанковывает прекрасно весь протектор. Не доконтраливает Фогги. До свидания тут. Ну, там свиток, извините. Минус миллион дриад. Надо было стоять, у протектора просто никуда не вылезать. И все. 27 на 67, извините. Да. Ему нужно протектор на мейне ставить. Вот прямо сейчас протектор на мейне ставить. Это единственное, что можно сделать сейчас. То есть экспант упадет с очень высокой вероятностью. А вот на мейне тебя сейчас заберут. Не-не, зачем? Он просто отдаст и пойдет его на мейне убивать. Говорю же, нужно протектор было ставить сразу, как только понял. Есть? Нет. До свидания. Не, мун псих, конечно. Мун псих. Просто затраты на экспант, ну в смысле, они значительно меньше, чем ты потратил на эти три протектора. Ну и куда, и куда, и что, и что, и как. Четырьмя рядами-то что ты сделаешь? Только четыре триады, которые он имеет, но я не знаю, как ты должен сделать это. Благородный арк от Муны здесь, распространяя свои триады. И, опять же, кажется, это будет лучшее от этих экспантации. Обычно, с этой массой триады, которые он имеет, и те хилы, которые он входит, и те хилы, которые он входит. Нет, с пары протекторов можно было здесь отбить. Не знаю, какие перспективы были бы, но... Бутылочку. По деревьям сражается. 20 лимита на 64. Это 1-0, друзья. Это 1-0. Не, ну просто лучше контролит. Просто лучше контролит. Даже, я бы сказал, что старт был лучше у Фогги. То есть, он реально навязал свою игру за счет того, что взял Диму и Кипра гонял по карте. Никакого криппинга. Минус в том, что он это сделал с арчами, которыми, по сути, ничего не сделал. То есть, задача... Задача обоих была выйти в триад. Понятно. У Фогги задача нейтрализации Кипера. У Кипера других опций особо нет. Выходим в триад. Но... Но... Арчи нельзя терять, если ты их строишь. Нельзя их терять. Вот. И в результате, когда они встретились где-то в районе экспанда Муна, получилось так, что... Ну, Фогги банали уже на тот момент было меньше. Да, у него герой доминирует. Кипер без маны. Но... Там две хантреса, у тебя там три арчи. Все и... И... И все. Ультра-фокус. 100%. Это его шанс, чувак. Он был здесь много раз, и он нестапно. Все эти разы. Он был довольно далеко. Или будет быть эллимином. И тогда... Ну и, конечно, сражение на экспанде. Вообще, в той ситуации надо было просто забить на этот барак. И встать за протекторами. За протекторами. Именно вот за протекторами встать. Пробиндить их в отдельный бинт, чтобы они не стреляли по бараку. Потому что если Мун отводит дряд, то потом протекторы... Нет-нет, он начинает стрелять по бараку. У него там косарь хп, бонус по нему не наносят. В общем, бесполезно это дело. Вот. А Мун сделал все абсолютно правильно. То есть он наступает и тут же отступает. То есть он как бы завязывает. Замедляет дряд, завязывает, заставляет высунуться вперед. Ты же фокусишь дряд, правильно? И они у тебя... После того, как ты всей армии там отходишь или отводишь одну дряду, вражеские дрядки делают два прыжка вперед. И отступают от протектора. По-хорошему, нужно было банально спрятаться за этими протекторами, не терять армию, спокойно убить эту нычку. То есть Мун вынужден был бы штурмовать эти три протектора. Дрядами. Дрядами. Да. А идея хорошая была. Вторая карта ТС. Козел круче дыха. Но в каком виде вообще он круче? Прокачались они одинаково. Урон у Димы больше. Козел контрит с адриадами. В каком месте он круче? В массе, да, когда там большой лимит, когда козлу не добраться из-за кос. Что он типа моноберный делать не может. Но сейчас были ситуации, бои, когда Дима был реально выгоднее смотрелся, чем козел. Одно. Проигрываем первую карту. И вот на ботомбиле, в Террена стендер, Фоги, в нефигный белый цвет, из Украины. Антина о войне. В fairly нефиге, в положении, как бы это назвал. Дрядом, по-другому. Может, если он, если он, 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 он. I really want to be aggressive against this. What do you think about Foggy's choice going Dryad Dryad? Are you supposed to go for the same units when it's all about Micro when you are against Moon? Especially in Dryad Micro battles, Mirrors, I would say, you know, Moon is the superior player. But is that the mindset you can afford to have as a pro gamer? Can you go into a match thinking, okay, when we play this game, he's just going to... I don't think that's a healthy approach. Keeper Moon, keeper Foggy. Perhaps the hero choice should have been in his favor. He should have been able to get rid of Trients and Entangle super quickly, and the Demon Hunter should have been able to provide good damage with the burns, obviously, coming in as well. But in that first game, I think the Dispel's were a little later than they could have been, but all credit goes to Moon. And that's it. The also denying level 3 for so long. It's all... Well, in two-three Archi, I went into a couple of Vispos for 120, and the Lest Trol is a bit of an Entangle, and I was so interested in it. Moon is so interested in it. I met him with two or three different characters. And that's the best when you don't get the Archi... оставшиеся Арчи. Могло быть шесть юнитов просто. Ладно, посмотрим. Чуть быстрее Фогги шкрепится, стоит это отметить. Кольцо плюс три здесь, что ли? Или это... А, там два артефакта точно. Это, видимо, статы плюс три. Один зарядный выпадает. Угу, я понял. Большой инвул выпадает Фогги, плюс три силы, перчатки. Вот такой. Может пригодится артефакт, конечно, можем. Висп там должен задиспелиться. Надеюсь, он все-таки это сделал. Очень равные экспа у них. Хорошо увернулся. Значительно больше маны у Муны сейчас. Видимо, из-за вызванных хэнтов. Второй барак. Опа. Опа. Серьезная разница в плане стратегии, друзья. Серьезная. У Фогича эксп, понимаете? А там два барака. Да что ж ты блочишь-то своим-то, ну? Фу! Сейчас покажут, как контролит Мун. Диспелит хорошо, добивает одного. Блин, как же он кликает, клево. Идет Виспас, что пробинтил. Блин, как же быстро. Увидел шаг. Я даже комментировать не успел. Разделил, отвел. Фу, ё-моё. Прикопал. Спас Виспа, Гогич. Да, эта карта может закончиться еще быстрее. А зачем выкопал? А, он хочет закрепить этот. Окей, хорошо. Ладно. Блин, я бы смотрел просто от первого лица, от Муна. Нифига себе, как он кликает. Видели? Блин, а он стримит вообще? Это удивительно. Поразительно четко сейчас было. Вы видели? Ну, все по мелочи, правильно. Вообще все по мелочи, правильно. Все успел. Обошел, вернулся, выложил через шифт. Тут выкопал, перебинзил, разведал. Он за эти полминуты сделал... Я... Да, он стримит. Надо будет посмотреть. Надо будет смотреть. Что такого, что он Старкрафт не смотрел? Тут действия другого типа. В Старкрафте очень много механики такой без... Такой прям механики-механики. А здесь было уже несколько событий. Вот он, например, проявляется, видит двух виспов, одного тролля, принимает решение, что может деспольнуть, при этом отводит одного энта. То есть это не бездумная механика. Это осмысленное принятие решения, причем очень быстрое принятие решения. Да, сейчас Фоггича будут убивать. И со Шреддером. Это починка, и будет пуш. Закопался вышкой специально, потому что боялся, что его сейчас пробьют. Фоггича 31 лимит. Ему нужно срочно виспов вытаскивать. Срочно. Закупаться в лагере наемников. Мун еще ставит Мунвелл. Нифига себе, как же он давит. Спас. И пошла застройка. Ёпресс это. Но тут, конечно, бонус в том, что у тебя Мунвелла типа рядом. 35-39. Нельзя Мунвелла давать. Диспл, диспл, смотрите, что творит. Ну, похилься хотя бы. Ну, похилься, ну. Похилился, хорошо. Еще похилься. Баллиста решает сделать. Протектор, ё-моё. Там нычка строится, приходит сзади. Подрезает она уже салисных троллей, третий ловел получает. Пошли энты. А дисплит энтов нечем. Ой, хорошо, можно еще Шреддера отжать. Красиво, красиво, красиво. Отжал. Отжал Шреддера. Дорого. Скроу за бист. Очень не вовремя скроу за бист от Мун. Это ошибка. Инвулл пошел от козла. Сам задисплит свой скроу за бист частично. Да, но протектор достроился, блин. Протектор-то достроился. Нужно сейчас через баллист пытаться как-то отковыриваться. Не знаю. Телепортируется, чтобы Глейвпи это самое прикрыть. Свой. Да, и пошел протектор. Но сейчас просто Мун будет... Ну хотя нет, тут можно нормально пострелять по протектору. Восстанавливать сейчас нужно... Ой, нельзя так Муну, конечно, лезть. Ну не, можно, можно. Пусть лезет, пусть лезет. Ну, аккуратно. Недоконтроливает баллисту. Исполочек хорошим. Баракт... Экспант-то работает. Экспант пока работает. Блин, нужно только деньги тратить. Прошу тебя, трать деньги. А, трать деньги. В лагерь наемников перекупай, все. В бараке строй. Второй барак добавляй. Что-нибудь делай. Блин, сейчас мы без... Не строят здесь. У меня сапплай блок. Сейчас еще минус Мунвелл будет. Очень плохо, да. Сапплай блок. Вот это очень плохо. Он выкупает этого Огром. Пытается отбиться от протектора. У Гогича еще проблемы с троллем. Там прикопка великолепная. Диспелл хороший. Убивает Арчу. Протектор наносит колоссальный урон, конечно. И коты убивают Экспанд. Просто. Да, он впереди. Он явно впереди. Сапплай блок. Не готов был к такому пушу. Теряет еще... Ну вот, он Экспанд гарантированно теряет. Теряет Огра. Да, только-только отбился от... Да, Экспанд отчаянно чинит Фогич. Бесполезное абсолютно событие. Да, Виспы, кстати, очень хорошо. Они уворачиваются от... Стараются там... Не-не-не, нельзя тут делать так. Конечно, нужно отдавать Экспы. Пытаться как-то... Как-то в Т2 выходить, наверное. 28-47. Не, это забейте. Сейчас Мун должен еще Эксп ставить сразу. В своем стиле. Потому что может делать все, что хочешь на таком лимите 50. Вот это да. Вот это уровень. Потому что, понимаете, что? В Техе он так далеко. Он еще Т1. Так, уходят Виспы. Ну, тут 32 лимита на 50. Козел превосходит по уровню. И сейчас колоссальное преимущество именно по инициативе. То есть он бегает вокруг, вообще ничего не боится. Да, у Муна там прям везде движуха, согласен. Пытается... А, он там к своему коту пытался вписаться. Нет, это без шанса. Ну, то есть вообще без шанса. Добивает своего тролля, убивает... Нет, там такая гопша котов. Ее увидел сейчас Гогич. Еще понял, насколько все плохо. Нет уже диспала. Фогич просто... Просто... Три на пять по уровню героев. Без шансов эта игра. Без шансов абсолютно. Не сдается, конечно, Фогич, но тут прям... Я сижу просто в шоке. Просто вспоминаю еще, как от первого лица там микрилось все. Потом, конечно, были ошибки там со Шреддером зря отдал. У него были виспы на починку. Да, пошел экспанд. Немножко чуть позже, чем я ожидал, но идет экспанд. Пытается Гогич тут покрипиться. Немножко подставляется Берсеркером. Он даже крипится, особо не нужно. Он скорее... А, он барак просто убивает там, да. Протектор отбивает второй раз. Да, уже двух юнитов он добил. У него и так-то там, на половину шестой козел, извините. 30 лимит на 50, экспанд строится. Козел на две головы выше твоего. Еще светят специально. Так, давай, что-то там делаешь. Т-2, окей. Ну, и сейчас пойдет развлекать. Мун чувствует вообще превосходство свое. Полетел. Он собрал... Смотрите, он оставил битых с престом. Сейчас будет развлекать. А у него... Других задач нет. Смотрите, у него... Крипится ему нет смысла. База у него пока еще делается. Какой смысл? Пойти только заранее, типа, эту базу под... Да, ну, Фогич видел, действительно. Да, он просто выигрывает время. Типа, чтобы он не крипился. Ему-то... Фогич это как раз нужно сейчас. Да чем? 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 Вообще шансов. Ну как? Ну как? А как он вернется-то? Как он вернется в игру? Там тоже Т-2 должен доделываться, если уже не доделался. Эксп, который ставится даже без помощи основной армии. Там эти две хантрейсы и тролль спокойно закрипят. Но он, видимо, хочет по-быстрому это сделать, плюс артефакт, в конце концов. Он пытается, Гогич, что-то... Пойти куда-то в атаку. Да, тут Т-2 уже у Муну, между прочим. Ему Древо Ветров нужно тыкать. Делать гиппосы. Потому что он понимает, что единственное, что может сделать Фогич, это дропнуть баллисты. На Т-2, который... О, козла прикапывают, сразу персоналка. Да. 200 хитов сняли. Манвела не хватает, действительно. Ха-ха-ха. 50 лимита, там саплай блок. А-а-а. Манвел очень поздно. Да, насколько... Ну, такое очень часто бывает, когда человек постоянно на шаг к тебе впереди, везде переигрывает, он сбивает тебя с ритма, и ты начинаешь совершать те ошибки, которые другого противника бы не стал никогда совершать. Вот. Видно по этим двум играм, что Мун, конечно, блин, он... Не дает Фогичу вообще играть. Не дает. Дирижабль. Ну, да, тут... Сейчас подсветит, может... Может шахту как минимум отменить. Почему? А, да, да, может... Раз. Понеслась. Выходит из лимита потихонечку Мун. 40 лимита у Фогича. О, дропчик. Оп, оп, оп. Да, Мун рискует. Нет, Мун может потерять дирижабль на этом. Хорошо, дроп сюда. Хорошая позиция. О, о, Мун заигрывается. О, еще опасный момент. Да, это сейчас хороший момент. Ой, Мун фигню делает. Мун фигню делает. Фогич, давай. Блин, да, нормально. Огрызается наш, огрызается. Минус тролль, минус хантресса. Левел ап у кипера. Не даем нычку поставить. Да ладно. Серьезно? Мун пошел развлекать сам Фогича. Это еще одна ошибка. Ты чего? Давай. Нет, понятное дело, что экспант ляжет. Он думает, что там экспант есть, а там экспанта нет. А лететь на мейн, это очень странное решение, потому что к тебе-то баллисты тоже на мейн придут. Сейчас. Да там есть протектор. А, там нет, ну нет, нет ТП, но есть свиток. Гиппогриф рейдеры. Ах ты какой. Ах ты какой. Пытается отвлечь. И здесь выигрывает время. Смотрите, что делает Мун. Нужно срочно покупать ТП. Не знаю, почему не покупает. А, он хочет отбиться с персоналкой. И... Что? Там два кота вызывают энтов, тролля убивают, но это было странное решение. Ну, там нужно было починку врубать. Там минус мейн, скорее всего, будет. Или чиним. Протектор работает, но очень бит. Нет, вроде живем немножко. А уже нет виспов, чтобы чинить. И транквилла пошла. ГГ. Минус мейн. Блин, ну такой шанс хороший был. Минус мейн. 30 лимит на 48. Блин, отдал бы он сейчас еще дирижабль на этих контролях. Да, и гиппосы отбили. ГГ. ГГ. Кажется, как Фогги не имеет больше шансов. Абсолютно. ГГ выходит. Да! Но интрига в конце была, потому что вот этот дирижабль, которого чуть больше, чем 200 хп, при стреляющем кипере и двух троллях, который маячит туда-сюда летает, отдает хантресс, отдает... Там тролли сверху еще прибежали. Такая ерунда. Отдает экспан. Думаю, что? Что? Ну, то есть, может быть, может быть, стоило сразу, как только увидел гиппосов... Не, ну без ТП рискованно было, конечно, идти. Если бы он телепортировался всей армией, всей армией, он точно бы отбился, естественно, без особых проблем. Но, да, это было бы правильно. Я-то, правда, не знаю... Ну, нет, был ТП у Муна, естественно. Он бы, скорее всего, потерял несколько котов. Пришлось бы подстраиваться под гиппогрифов каким-то макаром, то есть строить арчей, делать грейды. Ну, еще хорошая развязка после такого ахового начала. Огрызнулся Фогич, молодец. Ну, там тоже Мунами. Такой молодец. Дропается, причем катапульты слева. Он ничего не может сделать. Так, Фогич снял свой плащ. К чему бы это? Да, Мун, конечно, исполнял большую часть игры просто филигранно. Правильный контракт, правильное исполнение. Надеюсь, что еще будет включение от первого лица. Я думаю, что это время для Муна. Я не видел еще один стандартный игрок. Первый игрок был сюрприз, второй игрок был сюрприз. Какой большой игрок. Мун грамотно оценил, что у противника нет телепорта и пошел в размен. Конечно, это сильный такой удар, потому что у тебя мало времени на подстройку под это дело. То есть у тебя уже хопа и на мейне, а ты типа давишь базу. А там гиппогрифи, то есть время вообще мало. Очень мало. Фогич просто играет с ним как с... Может быть, психологически. Нет, на самом деле огрызается, огрызается. Гиппогрифи, то есть еще один раз. И это против Муна, который, как вы уже говорили, у нас это ужасно. Рекорд сейчас. Какой много? 15-1 мапс? 18-1 мапс. 10-0 в группе стажировки, 8-1 в Плэй-Опс. Нортерн-Илз. У нас третий мап. Фоги реально у нас есть страйк-бэк. Если он бросает этот мапс, то есть только микроскопик-поц. Микроскопик-поц. Лев для него. Он большой файтер, но он никогда не дышит. Вы видели это в игре. Он стоит в этом месте, пока он бросает below 20 мапс. Вдруг это не закончится. Он берет каждое шансе. Но сейчас он идет в кулак. В кулаке, что у Муна. В кулаке, что у него идет в кулаке. В кулаке, что у него идет в кулаке. Генем 3. Нортерн-Илз. Муна vs Фоги. 2-0, пока что-то впереди, впереди ничего обнадеживающего нет Там Соника вспоминает с выходом в чатике, да-да-да, классно Шансы, конечно, еще есть, конечно, еще есть Болеем, смотрим, смотрим, болеем Вжухают, как могут, пацаны Мун это не просто эльф, блин, это же еще пятая раса, инопланетянин Интересно, у них есть записи у этих китайцев от первого лица игроков, раз они так включение делают Может быть у них исходники есть, может запросить у них ввода, это было бы вообще прекрасно Я бы финал посмотрел от лица Муна, вообще с удовольствием Так-тык-тык-тык-тык-тык-тык Просто прекрасный тыкин Кипер на кипера Ранее разведка пошла от Муна, любопытно, что Зачем она нужна? Любопытно Чет невозможно считать, там одни вжухи и самые разнообразные кадры проявляются Криппинг у Фогича довольно агрессивный То есть он, в отличие от... Мун поставил на зеленый, ты поставил на желтенькой точке В прошлый раз Фогич на той точке потерял барак Но тогда он бежал в сторону вражеской базы козлом и отвлекался Большая бутылка маны, хорошо Хорошо Но Мун сразу идет на эксп Причем вот отваживает Для того, чтобы не кидали слоу, не кидали камни, големы И... а вдруг это фаст эксп вообще? Как мы относимся к этому? Кто-то идет с мейна И это не арча с барака Серьезно, фаст эксп? Блин, мне кажется, что Мун вообще любую фигню готов уже делать против Фогича Это фаст эксп Что? Два кольца Давай, козел Одевай Да, конечно Виспам идет уже на разведке Пытается понять Сейчас, правда, его могут прикопать Прикапывает Но по предметам Фоги понимает Что... Он поражал бутылку, что ли? Да, он поражал ману Я понял Значит, он знает, что там экспант Иначе смысла сейчас тратить экраны нет Он идет просто энтов вызывать Да, 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 да Он увидел, что... Блин, молодец, Фоги прочитал Давай, 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 давай Виспов нет Да, рядышком два виспам Не-не-не, не отменит он база Одного... О, это такой важный минус один висп Потому что тогда... Да... Еще вызовем? О, тогда отменит, тогда отменит Шикарно, еще Арча подходит И прячется Минус ТП, окей, хорошо Ну да, он отсюда не уходит никак Да, но... А он по-другому экспант не мог отменять Он играет через один барак, извините То есть он делает грейт на Т2 Он в любом случае по-другому этот экспант В ближайшие там пару минут никак не отменяет Поэтому это была единственная возможность для Фогича В такой ситуации Да, а Мун, конечно... Хотя сколько там он? Трех виспов отдал? Трех виспов? Правда, большой бутылок маны Это плохо Героя 3, почти 3 Вот Фогича не хватает до третьего уровня Должно хватить, тем не менее После того, как он закрепит эту зеленую точку Вард поставил Ой... Да, третий левел у нас есть Виспов спасаем Арчу Блин, ну по деньгам у нас все хорошо Грейт у нас тоже должен быть чуть-чуть пораньше Если мы сейчас с вами Как-то по таймингу второго тира Со вторым героем С более ранними Лорницами придем на эксп Это может зайти Ну, Арчу только надо подлечить, родной Вот уже, Т2 есть Может вообще взять как-нибудь нагло, а? Нам сейчас не нужен такой алхимик стартовый Не, ну привычка слишком... Так, ну все, с Богом, ребята Есть шансы, есть шансы Вызывает эндов, идет в атаку Там, конечно... Там, конечно, тоже доделают с Т2 5 арчей, барак, окей Виспы Два виспа, очень хорошо Хорошо Арчей тут слишком много Тут 6 арчей, извините, мы не можем здесь сражаться Да-да-да Это проблема Блин, держись, Фогич Просто... Не, не успеет отменить О-о-о-о Да О-о-о! Отменил? А почему? Зачем? Мун, кажется, ошибается Он здесь мог реально... Даст, отлично Минус арча Да ладно, убьет еще Ой, пустой Мунвелл, не то подлечил арчу Мун ошибается Блин, класс Класс Так, значит, надо отступить, отрегенить ману И следующий... Мун должен, скорее всего, опять... А, у него... Стоп! О-о-о! Он же еще колоссальное количество леса потерял А потому что... Ну, он... Он... Там же пропорционально... Возвращается меньше Пропорционально... Хантер Схон забыл! О-о-о! Что? Это точно забыл! Он не должен был так делать! Ё-моё! Мун, как так? Какой Т3? Вы что несете? Это... Это реально... Нет, он Т3 идет Почему? Зачем? Прикапывают козла, оситка Здесь планет Став перекладывали Очень рискованно сейчас было А больше нет еще Не забыл... Не было леса А, из-за первой отмены, может быть, да? Нет, должно было там... Ну, соточка леса всего Вы что? Болисты Интересный переход Все, Мун забил на эксп Дважды Фогичу удалось Планы Муны немножко изменить Хотя... Экспанда нет Сейчас нужно просто возвращаться к Криппингу Раз у тебя Т3 Раз... Да, Криппингу возвращается Подрезает роля Рядом с базой врага Может быть, сейчас Крипджек Хотя отступить не так сложно А, там Вард просто Вот в чем дело Добиваем Берем артефакт Перегруппировываемся Готовься диспелить Готовься диспелить Готовы в Адриады Вижу, хорошо На самом деле там армия Вообще ни о чем Четыре арчи Можно соседкой Врываться Даже с тремя Дрядками Разуплотнять Тихо арчи Так Хорошо Еще находит виспа Убивает Случайно на точке сбора Блин, очень хорошо У него и деньги есть У него и лимит хороший И тэк идет И... Психологически чисто Базу отменил дважды Это очень хорошо Так агрессивно сыграл Агрессивно Не дал Агила выпадает Шестерку сразу продаем Так, что делать? Шахту свою закрепить Наверное, да? У нас поблизости Из полезных 3-1-3-2 Мы по героям Выигрываем пока что Делает разведку грамотную Энтом И сейчас видит Где крепится Мун Но при этом Сам ничего Что-то не предпринимает Может на красную точку пойдет? Где-то теряет время Фогидж Ой, там баллиста Баллиста-баллиста МГМ Т3 Где грейды на МГ Еще не стал делать Да, деньги еще Деньги у него есть Четвертый кипер уже О-о-о-о Спалили баллисту одну И... Ну, я не знаю Как это это повлияет На то, как будет играть Гогидж Там очень много мана у козла Большой бутылек маны И четвертый кипер Вот мы опять пассивно отыграли В центре Пока враг крепился С четырьмя арчами Двумя героями Мы куковали И он нас уже не просто догнал Он перегнал нас по экспе И идет пушить Гиппогриф один Так один гиппогриф тут особо не поможет вообще Ну а чего? Там четыре арчи Два героя стреляют по воздуху И дальше Гиганты с Харденс Киндом Хорошо Дрят надо контролировать Блин, как же больно Нужны виспы сюда Нужны свои виспы Нужны свои виспы Гиппогриф летит Он... А, гиппогриф просто, чтобы дирижабль Убегать Убивать Да, дряды разваливаются Минус лорница 53 лимит на 48 Вроде как нас много Но а что делать? Надо баллист как-то убивать Они прям... Они забивают Они идут просто на дриад Лорницу надо восстанавливать Чинить свою лорницу старую Сейчас мы без продакшен останемся Алло Да, минус лорница Бутылек 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 Диспейлить нужно энтов Ну, правда, тут минус одна баллиста По крайней мере, должна быть Хотя ее так отчинивают Прекрасные виспы Ё-моё Минус одна баллиста Но пока они убивают баллисту Пять баллист Пять, Карл, пять Они с двух залпов убивают Мунвеллы Сдряды вообще не определяются Минус магазин Можно попробовать... Есть! Дерево, правда, убивает Да, анки передал Молодец Можно отбиться Можно отбиться Да, и Мунт телепортируется Потому что баллист уже... Но он сейчас убьет Еще один Мунвелл Ой, катапульту забрали Просто полбазы, как корова языком Просто нихрена нет 36 на 39 Но по лимиту ладно Экспанда нет Крипится хорошо, ладно Нужно третьего алхимика Второе лечение Про энтов забыл Магазин восстанавливается Да, все делает А Мунт сразу идет в атаку просто Третий алхимик Что там? Что там? Что там? Что там? А, и дропы пошли Вообще-то сейчас развлекалка Развлекаловка Там, правда, гипоса можно построить Он, скорее всего, одного потерял Какие наркоманские игры Просто эльфийский этот Мирор Очень черта не понятно Так, козел в центре карты 35 лимит на 42 Надо еще одну ВМГ Третьего, видимо, делать Мун контролит справа Вы видите от первого лица Летает А, у него два дирижабля Он сейчас будет разводить с двумя Гипос есть у нас Гипос один есть Вторая лорница Один Маутен Джайант Персоналочка пошла У нас по героям даже все лучше То есть 4 на 2 трети Там 4 на 3 И третий против второго Но, правда, он сейчас закрепит Все-таки получит третьего Не хватает разведки гипосом То есть боится вылететь сейчас Одним гипогрифом отсюда Может быть, имеет смысл вообще выходить в центр Для того, чтобы не было такого Что баллисты просто уничтожают Тебя половину базы Пока ты медленно-медленно Качаешь его, там, баллисты Все, пошел вперед Кажется, так и собирается сделать Гипос здесь Перекопка Сразу, сразу АМШ Как же больно, обьют Гипос клюет Химик пытается вылечиться Нет, пока не надо Но вообще нужно использовать Но МГ нечем убивать Муну Вот это как бы тоже Есть такой момент 48 лид на 49 Да Да-да-да, правильно-правильно Для этого он и делал Но надо сейчас МГ просто идти вперед Я не знаю, зачем он стоит То есть герои-то ладно, хрен с ними А вот вперед идти надо МГ просто для того, чтобы Не подпускать так близко Не-не-не-не-не Он очень хорошо, конечно, контролит, блин Персональный телепорт Да Хорошая осидка В кучу виспов Герои вынуждены находиться Черт знает где Боятся Гиппогрифом неплохо А он сейчас просто на базу сейчас зайдет Он не хочет сражаться с МГ Минус виспы Сейчас просто минус мейн будет, нет? Нет, минус героя скорее Не подходи героями, не подходи! Амшу передал, сразу пропил Уходит, энд вызывает Ооо, сейчас Ох, они уже здесь Минус мейн, минус мейн Нацелен на мейн Выкапывает сразу же Теряет катапульту Одну У него есть Ancient Nature Blessing Пытается затаунтить Но мун тот же перенацеливает Падает еще одна баллиста Очень битый мейн Ё-моё Левел А, пятый Уходи, уходи Ну грызи, ну грызи Нет! Ну грызи У него очень мало лимита 31 Две, две Глейва остались всего Держись, держись О, мой Бог Нет 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 Нееет На последнем хите уже Все, атака на базу Атака на базу Атака на базу Атака на базу Давай, можно 24 лимита Можно убить Быстро, быстро, быстро Быстро Побежал Побежал А, у него есть еще деньги На восстановление Беги, родной Беги, не тормози Это шанс Бери дрыны Иди в атаку Давай, давай Там минус вся армия Просто Минус вся армия У него ничего нет Кроме двух героев Давай, давай, давай Даран, даран, даран Просто приходишь Берешь дрыны И мэм ему Две, два Глейтруера К сожалению, здесь Не отвлекайся Прошу Ну не бегай Ты за ними Ты чего? Алло Пошел Сразу На мэйн Дрыны Взял Мэйн Убил Все Да, отменяет мы, что мэйн Ты отменять должны По-любому Тебе Все Где дрыны? Дрыны, бери ее Сидж дэмэдж Алло Ребята Ребята, вы слышали про... Во Хорошо, раз, два Все Минус гипос Блин, вот это косяк Что по телепорту А, телепорт Какой телепорт У нас же некуда Телепортироваться О-о-о-о-о-ом Да Так, все Минус мэйн Виспов нужно тоже Ушатывать Потому что Виспы Это важно Бараки все Выкопать И идти Защищать ой блин, вот гипоса зря потерял это такая разведка прекрасная такой контроль хороший 34.26 хорошо, здесь можно баллисту подрезать окей, еще в бараке видишь, строится что-то я мое мейн, 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 мейн делает, Фогги, мейн делает хорошо, можно отстроиться, попробовать и главной просветки еще нет у Муна, не знаю, он построил мейн, не построил у него вроде денег особо нет господи, как же сражается хорошо надо было спасать вот этот Эншенту Винт ну о, еще одна баллиста, хорошо еще один барак влево уходит внимательно, внимательно дирижабль летит, дирижабль летит на экспант дирижабль на экспант летит ой, опасно, опасно, два героя рядом две баллисты дирижабли что? козел, нет, нет, нет нет, 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 нет тормозит немножко, тормозит, тормозит вызывает оситка нужны, нужны сюда аувы, ой, в смысле эти гиганты, блин, отменит все равно отменит, отменит да очень тяжело Маунтен Джайнта приходит пытается да, 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 да минус-минус мейн, к сожалению Эншну Вор последний баллисты атакуют держимся держимся, держимся, держимся о боже, алхимик остался один он уже не восстановит своего кипера он, кажется, остается здесь он остается остается, минус алхимик это ГГ, кажется это ГГ это не последний барак пытается убить последний, типа, барак но там слева еще строится алхимик умирает иииии пытается, пытается убить последнее дерево но там есть еще одно дерево мы на этого не знаем да, зепплин еле-еле улетают Видит дерево, видит дерево. Еще может убить. Возвращается катапультами. Да ладно. Но там такие битые дирижабли. Он ничего не может. Муна ревилит. Все, видно, что у него нет никакой базы. Нет никаких героев. Только вот эти вот... Господи. Это последний Мунвел? Последний Мунвел Муна? Да ладно. Да, в первую очередь, конечно, нужно защититься. Ёпперес, это какая напряженная игра. Вообще такая прям... Все нормально. Сначала пусть барак достроится. Сначала пусть барак достроится. А потом... Так, еще один, еще один Глейкс Ройер. И возвращается. Давай, давай, давай. Нужно действовать сейчас, потому что последний Мунвел. Глейкс Ройеры выходят. Ой-ой-ой, достраивается барак. Очень мало хп. Очень мало хп. Ой, выкапывается барак. Мунвел! 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 Последний удар! Есть! Это не последний. Не последний. Где-то еще что-то есть. ГГ, ГГ! Отжал карту в такой катке. Просто дикой. Просто дикой. Ох, кайф. Ох, уже не сухой. Хорошо. Класс. Чатик просто в восторге. В восторге. Я тоже рад, потому что... Ну это так... Такие качели. Пришел, убил Мэйн. Он потерял все. Он нужно отбиваться. Ты идешь в контратаку. Денег нет. Мун думает о вечном. Думает, когда же его отсюда эфериалы заберут. Устал он на этой земле. Чудить. Но у Муна, конечно... Он там ошибся. Отдав всю просто свою армию в попытке убить Мэйн. Убил Мэйн. Но дальше-то что? Сумас, эти. Почти шесть ка зрительнин. Шесть ка, кстати, да, на Back to Warcraft. Как зовут Козлика Фоги? Ой, как живо. Как зовут Козлика? Кипер. Кипер его зовут. Кипер. Хранитель. Хранитель рощ. О-о-о-о. Ну вот ради этого матча можно было посмотреть. Ну что, Фоги сражался как лев просто. Мне очень нравятся, конечно, такие вот редкие игры, когда идет... Ну... Ну, в частности, бейстрейд, да? Там как будто... Как будто забываются все шансы. Ну, до этого там... Все происходит очень сумбурно. То есть резко ситуация меняется. И шансы приближаются у обоих чаще всего к 50-50. Ну, то есть там решают прям последние вещи. Вот. То есть оба остаются без экономики, оба остаются без баз, полная разведка. И все. И давай. Давай играем. Насколько же близко. И вот в такие моменты очень важно принимать правильные решения. То есть сразу там спасать виспов, разводить, делать разведку, не терять важных юнитов, типа гиппогриф. Потому что он реально мог значительно проще сделать жизнь Фогичу. Просто, ну, просто до дирижабли не доходить. Он недоконтролил его просто на кипере и на алхимике на одном отдал. Вот. 2-1. Нагрызаемся, друзья. Серия идет до 4-х побед. Шансы еще есть. Эх, у Айлс, кажется, была следующая карта. А, у ГГ с Ютубом тоже почти 6-ка. Отлично, друзья. Любим Варкрафт. Смотрим финал. Прекрасный китайский турнир. Легенда. Легенда. Пятая раса Мун против Фогича, нашего замечательного эльфа, который уже был топ-3, уже был топ-2. И так хочется стать топ-1. Голда. Он, конечно, хорош. Хорош. И вот прошлая игра как раз показала, как он экспант отменял дважды. Вот Мун реально в начале прошлой игры решил, что экспант не халявный. То есть он не такой, что, типа, совсем на пофиг. Но определенную дерзость нужно иметь, чтобы вот таким вот образом при прочих равных идти ставить экспант. Причем еще второй раз его ставить. Вот. Но Фогичу удалось его дважды отменить. Фогич, как он отбивался еще от этих болейстов. Пол базы просто сносится глэйвами. Он там как-то на МГ. Аааа, героя спасает. Ряды в шоке. Кто выжил, кто убежал. Кипер на кипер опять. Фух. И потом минус базы. Ну это одна из лучших вообще игр, по-моему, турнира прошлая. Потому что там такие качели. Просто качели. Очень разные, как вы видите, стили криппинга. Фогич будет... Положил глаз, короче, на лагерь наемников. И как раз ранняя разведка от Муна. Он, скорее всего, сейчас будет пытаться снимать ЛС с Арчи. И, может быть, даже в раннюю агрессию пойдет. Не знаю, насколько реально это сделать. А, он приста хочет застелить. Я понял. Виспом. Вызывает, выбивает и бежит сразу. Понятно. О, прикопал. Ой, хорош. Стила не будет. Это хорошо. Сюда нужны виспов для Фогича. Для того, чтобы... Очень мало времени у на криппинг есть. Понимаете? Очень мало времени на криппинг. Потому что уже идет враг сюда. Мы там вызываем. Берем приста. Не добивает, старает. Ну, главное, мага, конечно, добить, блин. Очень много нужно урона туда внести. Но вроде успевает. Главное, отвести. Хорошо. О, тайминг. Прикапывает. Надо добить одного. Блин, добивает не того. Да. Но Арча, он потеряет. Как бы уж извините. Еще одна прикопка. Второй левел у кипера. У тебя только первый. Да, даже не диспейлил. Это ошибка. Плохое начало для Фогича. Минус Арча, минус Прист, проигрыш по Экспе. Посредственный артефакт. Посредственный. Там уже два с небольшим, как вы видите, по Экспе. Причто два с половиной, блин. Опасная ситуация. Перерыва не будет. Да, два с половиной уже. Он где-то там, видимо, зеленую точку рядышком прокрепил. Ничего мне не нужно. Нет ли как, пожалуйста. 19-26. Да, и по лимиту какая-то беда у нас. Персоналка. Сейчас еще в агрессию побежать будем. Старт не очень хороший. Но там микромоменты по ошибался Фогич. Не-не-не, чего ты? Там два барака, естественно. Но вот это еще более странная тема, потому что... Какого? Ну вот здесь диспл отличный, видите? Персоналочками. Начало очень плохое. Хороший висп. Хороший висп, блин, был бы, если бы ты задиспелил и предыдущего тоже. Третий уровень будет сейчас у козла. Какой экспэншен? Там второй барак. Ну, прямо, ну, прекращай. То там оба течатся у него, то у него экспант строится. Ясно. Да, хорошая разведка. Увидели. Подрезают кота. Подрезают. Ну все, тут уже не замасить его, не перемасить никак. Третий левел кипер. Ой, ну как так, а? Там уже Т2 доделывается. Сильно впереди, Мун. Лимит одинаковый, при том, что ты матишь. Три против одного. Мун сейчас у него хантеры. На халяву пять протекторов бахнут на мэйне. Только так. Только так. Ну, я не знаю, как еще можно здесь... Там баллисты еще. Да, протекторы там вообще не помогут. Да. Проверил на всякий случай, Мун делается, база не делается. Увидел, что все в порядке для него. Понял. Ну, он, естественно, знает, что там масса скоты. Фогич решает перестраиваться. Только сейчас заказывает играть на Т2. Сейчас Мун еще проверяет, что на базе, какая стадия Т2. По этим... По рукам дерева можно понять с высокой точностью, какая стадия. Пытается наверстать упущенная, прокрепится хотя бы там, да, до третьего. Большая мана выпадает неплохо. Надо магазин на халяву забрать и идти крепить свою половину. А потом на Т2 что-нибудь такое мега-аркадное делать. Ну, тут протекторы, видите. Мега-аркадные, два древа ветров в какие-нибудь масс-сферике, как вариант. Потому что как раз можно имеющимися хантресами избавиться от троллей и арчей, даже с минусовым разменом, пофиг. И потом... Да, есть еще шанс. Есть еще шанс. Ну, потому что сейчас он наверстал, по крайней мере, по уровню. Ну, по крайней мере, 3-3 против почти 4, это лучше, чем 1 против 3. Плюс, что самое главное на этой карте, он взял две центральные точки. То есть, если они сейчас будут делить дальше карту пассивно... Серьезно, ты пойдешь в атаку. Ну, может быть. Не факт. Четвертый кипер. Да там диспл есть. Нет, было бы хорошо крипджекнуть, но... Плюс 23... Три когтя у кипера. Не, надо просто сейчас забирать свой... Досчищать свой лагерь наемников. Глейфтроеры все-таки, да, заранее? Окей. Не, может успеет. Может успеет. Может успеет сделать грейд на Глейвы. Фоги даже сейчас побольше. То есть, вот эта вот тема с агрессией, и что Мун... Хотя уже идет, уже идет Мун. Уже идет. И там плюс один, плюс один уровень у козла. Есть иллюзии. Все, видит Фоги, хороший висп. Ну, диспелить-то надо виспану, в конце концов. Берет второго героя. О, да-да-да-да, это шанс, это шанс, пикаповый! Хорош! Справа заблочен на всякий случай. Как же обидно терять такого героя на старте. Алхимик, он добил своего? Сейчас посмотрим. Там уже на мэне какая-то движуха, но кажется, там просто энты бьют. Фоги нужно выиграть какое-то время, пока у него грейда делается. Вот это вот. Вот, поэтому... Блин, ну Алхимик это подарок прям. Это прям очень хороший подарок. Крепится хорошо. Ну, ждет Алхимиком. Блин, ну вот как хочется четвертый? Да, с маной у Муны, конечно. О, пошли, пошли Глейвы. Без апгрейда пока. Не надеялся немножко. Но вот на этих хэндах можно четвертый уровень получить. Да, четвертый уровень, хорошо. Я не знаю, как мы лучше реализовывать текущих котов, потому что действительно, когда уже такая масса Глейвов, может производить на мобильности. Пытается он это сделать. Идет в атаку вообще сам. Свиток покупает еще Мун. У Фоги Ча есть один свиток. Разминулся он с... Да, увидел, где находится враг. А там ТП есть вообще? Там есть ТП. Это хорошо. Прикрывать нужно Глейвов своих. Опасный момент. Опасный момент. Позиция плохая. Тут если идти защищать свой барак... Саплай блок. Минус барак. Минус барак нужно ставить срочно второй, если ты хочешь продолжать. И Мун ставит базу. Офигеть, какая наглость. Это... Нужно заранее, сейчас... Второго героя еще нет. Саплай блок. А, иллюзии котов. Ну окей. О, пугает, 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 пугает. Повелся, кажись. О, понял, всем. О, пугает, пугает, пугает. Второй барак ты, наверное, не восстанавливаешь, да? Как у тебя там со вторым бараком? 32, 43. Еще база у него же есть, а? Еще же у него база есть. Козла фокусит. Нужно еще повзрывать. Хорошо, стоп. Да куда так перебор же, ну? 800 голды у него на руках. Ну как так-то, ну? 800 голды. Сейчас у него было бы те же самые 50 лимита, вот просто. Если бы он... Че делать? Он должен брать опять нейтрала какого-нибудь в центре, который играет на атаку. И идти просто в атаку, потому что, если он узнает, то... Может там скролл за бист есть? Да даже. Жуть. Если позицию правильную занять... У него Глейва больше. Значительно. Это может зайти. Если... Или в алтарь бахнуть на... С наскоком. Прикапывает сразу... Надо кота отрубить. Кота внизу, ну кота отруби, ты чего? Уху. Да. Да, отступает. Фогич. Он делает разведку на экспант. Не знаю, там он видит, не видит. Прикапывает наверху виспа. Должен знать о базе уже, Фогич. Должен, должен, должен. Что же делать в такой ситуации? Оооо, Глейв одна погибает точно. Плохая позиция. Не хватает, чтобы профокусить алхимик. И нейтралы еще. Конечно, став. Понятно. Слишком сейчас много рандомного урона, ненужного абсолютно. Падают Глейвы. 50 лимит на 32. Тут, конечно, ничего уже не сделать, увы. Забывают про энтов. Телепорт спокойный. От Муна вообще. Да, там, забей. Там, там, подарок один в виде... В виде одного... Одной баллисты. Ну, там нычка работает. Там нычка работает, увы. Фо Мун. Вот у Фоги проблема. 26 лимита, 800 голды на руках. Нет леса. Нет, это ГГТ. Нет, это ГГО. Ну, начало было Аховое, опять же. Не знаю. Артефакт не будем брать. У него бы сейчас был тот же самый лимит 50, если бы не вот эти вот 800-900 голды на руках. А потеря инициативы такая, она ему... Ну, она фатальна вообще. Потому что... Ну, что, база там работает. Все. Сейчас посмотрим на... Выражение лица Фогич. Он не добегает до экспандера. Я не знаю, почему Энд возвращается назад. Недоконтролил. Да, Мун уже приходит. У него есть 60 лимитом против 40. Причем Героя еще второе есть почти. Ну, там, 2,5. Энты на энтов. Прикапывает там диспл, великолепный. Арчи уже идут. По арчам, конечно, баллисты не так эффективно работают. Нет. Вот он, что-то. Ману купил. Пошла ульта. 35 на 55. Прикопали. Алхимик вернулся. И шансов, конечно... Шансов, конечно, тут никаких. Блин, а зачем он скролл? Почему он скролл в той битве не использовал? Нет, тут понятно все, извините. Помните, это тот самый скролл, который он еще при живых котах, при семерых живых котах, купил. Кокчун его в той битве не использовал. Ну, под свои базы внизу. Да, это КГ. Это КГ, это 3-1, друзья. Мун просто скроллит свою базу сейчас. Триансы ходят в Конго-лайн. Это легко, чтобы Глэйвы отбросить их. Детонейт тоже пришла. Только два остальных арчащих это убил. Транкило пошла. И гэгэм. Очень переживает Мун, что убивает Хогичем. Очень переживает. До слез. До слез. Все ждут, когда победит Мун. Прямо, прям, просто ждут. Мун, Мун. Все за Муну просто. Все. Там я вижу кусочек лица Хандрада в левом верхнем углу. Ну что, есть еще призрачный шанс, потому что у нас бо 7, а не бо 5. Играем до 4 побед. 3-1, 3-1. Это так классно, как он работает для него, чтобы играть пассивно. И найти его таргет все время. Если его оппонент использует что-то, он там. Транкило. Когда он не смог, он не стоит. Для него не может идти. Когда он не будет. Транкило. Крежи. Какой-то. Вмл. 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 Опере. Глориан, да 3-1 счет, играю до 4 Кэп подсказывает, что еще игры будут Порадовал старика, пишет, что не она втопорно начинать играть Фоггич, да Добрый вечер, Хасу Бокус Всем, кто недавно присоединился, тоже большой-большой привет Подходит к концу Голд 8 игровых дней, групповая стадия, плей-оффы Сыграли уже сегодня матч за третье место И вот последние игры финала Гол Престижа Фоггич, конечно, уже забил Порадовал Видно, что Мун играет четче, лучше Но Какие-то шансы еще есть Поэтому Осталось сейчас всего лишь взять и камбэчнуть 3-0 3-0 камбэчнуть На тех картах, которые тебе не так Ну, то есть без Не так на них приятно играть, короче Валерий Скроу, отлично, похоже Там вжухают, как никогда не вжухали В Фогге левый нижний угол Вон правый верхний Понеслась Синхронно Почти синхронно ставят Бараки Нам нужно чудо просто Нам просто нужно чудо А, корейцы вообще никогда Голден Ливу не выигрывали, что ли? Ха! То есть всякие инфи Тиаши 120-е Флайи Там много сезонов было Наверняка кто-то еще выигрывал Идем опять киперову Муна Мэл Лоис, красавчик Я увидел Неадекватный коммент И тут такой БАХ Такой Хдыщ-хдыщ-хдыщ Вытащил И такой Кто здесь шериф? Покарал Хорош Ух ты работаешь Отлично Разведочка от Муна чуть более ранняя Фоги Фоги возможно виспа повесит куда-нибудь в районе мастерской для того, чтобы дольше наблюдать Волт выигрывали только инфи, флайи Тиаши 120-е Угу, ясно Хорошо Да, у Фоги козел Выпадает венец благородства Крепится Кое-как Первое 6к, приз Второе 3к плюс Тут дело не только в деньгах, конечно же То есть Для Фогича Наконец-то голд взять Было бы, конечно, прекрасным достижением Долгожданным Важным Ооо Очень грамотно отконтроливает сейчас Фогич Это... Это ошибка от Муна Красиво Вот, то есть Козла сразу не одиспелил Потом решил энтов Но энта отконтролили Оставили одного с полным хп, которого толку не диспелить И все Иллюзии Ооо Подконтролить... Нет Да Никогда ее не спасти Можно? Ах Деконтроливает Мун Подлец 25-26 Нормально оба делают Т2 Никто не будет тут играть в какой-то масс Не показывают у нас, к сожалению, уровни героев Но они пока тоже равны Берет... А, он видит сейчас Виспом, что идет Готовится к криппингу И хочет поймать на криппинге Да, но здесь не Мерк Камп, а... Ой, а здесь эти... Он сначала начинает с Мурлоков, увы Хочет магазин собрать Молодец! Правильно! Правильно, правильно, правильно Еще одну иллюзию Собираем... Забираем Магаз Вот это грамотно Это грамотно Как раз и иллюзию реализует И, поняв, что здесь как бы не помешать Прокрипит Он просто забирает Магаз врага Неплохо Не подставляя Арчи, но... Хорошо Он крепит свою шахту Плюс шесть когти Может, еще Томов Экспиренс выпадет? Ну, почему бы и нет? Ну, чего? Ну, проигрываем 1-2, но рандом Не показали Не показали Ну, по уровню вроде не обновился там Кипер Поэтому это был не Томов Эксп Палец, что закрепил магазин Иллюзия с бутыльком жизни Такая Третий уровень мы быстрее немножко получили, чем враг Это хорошо Берем, прикапываем Алхимика Тоже хорошо Арчи у нас рядышком Правда, можно потерять Арчи Но, по крайней мере, мы довольно большое количество ХП Отнимем Третий уровень получает Кипер Прикопка нужна еще одна На Козла на этот раз Пытается отбить Покоцать Козла Но там у нас, кстати, есть бутылек Почему Козел не... Да, но нет прикопки больше Маны нет Да, а там есть прикопочка Пытается подблочить Опа-опа-опа Там оситка есть Оситка, можно? Это же минус ТП 42 Сколько она отнимает на первом уровне? Да, ТП Хорошо Да нет, там... Первый уровень, смотрите, у Фогича нарисовали Китайцы машнят уже Машнят китайцы Там вручную все, видимо, обновляется Что? Где он? А, он вниз ушел уже Все Нас не обманишь, козел-то третий Забирает свой магазин У Муна Магаста немножко уже... Ну, не прокрепить его уже Фогич не доконтраливает немного в очередной раз Арчей Выпадает... Ну, Ма, высосы не маны Пока зеркальный, немножко даже в пользу Фоги идет игра Смотрим, что выпадает И выпадает плюс 6 Нормально Добил? Не добил? Окей, ладно, посмотрим Куда-то Фоги не туда идет Неужели он может красную точку забрать? Это очень нагло Если получится, то будет очень круто Выманивает У него два героя, две Арчи А, с Энтами же можно, чувак Три Арчи Господи, ну такие Арчи Сейчас как бы не отдаться на этом Огре Не успеет, не успеет Все нормально Медалька, хорошо Кипер здесь Откидывается, но артефакт подрезали Очень грамотно здесь, конечно, действуют Фоги Очень грамотно Интересно пострате То есть Фогич, судя по всему, тыкнул Т3 достаточно давно То есть деньги он не тратит, лимит он не строит Да, Т3 МГ пошли, окей, хорошо А там у нас что? Там друады, но тоже делается апгрейд на Т3 Хотел проверить Насколько там Т3 готов Хорошо крепится Фогич Сейчас, правда, отдаст, скорее всего, красную Увы Ну у него дриад просто нет Он не может сейчас сражаться нормально Малтон Джайан Позднее появляется Труша Таура, но стратегия уже выбрана Как бы тут Да, подрезает Смотрим, что за артефакт А, еще хуже, чем Чем выпало Фогичу Агила тут вообще никому не нужна Сила мана, да А вот Агила мана нет Надо сейчас в мастерской, наверное, свою закрепить спокойно Окружая для того, чтобы эффективнее полечить дриад Красиво Уже третий уровень между тем и алхимика Здесь, конечно, тоже очень близко Но нужно получить Это важно Получить 4-3 МГ, конечно, контрят в сухую Дриад Арчей По ним вообще никакого урона не наносят Но там не будут чистые дриады Арчи Там, скорее всего, также будет добавляться МГ Просто с выходом из лимита 50 Ну, может быть, конечно, еще медведи Может быть, конечно, еще медведи Мон очень наглый сейчас забирает уже крипов на части Фогича Плохо Он отрезает просто, отрезает нейтралов здесь Пытался это сделать Фоги, но не получилось Может, он на черепах пойдет? Пытаются, избежав с одной стороны сражения, подкрепить вражеских нейтралов Хорошо, что сейчас пошел на черепах Но отдал пару своих точек Ну, один к одному так Какой же там алхимик затаренный? У него три серклетки Там еще когти, кажется, и этот Плащик Да-да-да, Фоги как раз выгоднее сейчас скрипится Потому что сражаться он пока не может Так, я увидел, что опять черепаха поплыла И у меня возник вопрос А Нага-то плавает в сетевой игре или нет? Хорошо 50 лимитов Мон ставит ничек Любит он это дело, конечно, в Ольфийском Мироре О, вот это замечательный артефакт для танкования алхимика Евэйджин 15% 4-3-4-3 Но будет 4-4 Благодаря... Ну, хотя красную точку можно закрепить Тогда у нас тоже будет поближе к четвертому Но... Тут уже четвертый А у нас нет Нужно делать разведку Нужно смотреть... Да, там, тут тоже Малтон Джоанта Нет, нет, да, нет Ну вот, разберитесь сначала Половина говорит да, половина говорит нет Эх, эх Не верю Проверяет сейчас Фогич Видит, что рядышком... Рядышком... О, все, контакт уже есть Фоги не знает об экспании Справа пока еще Выходит из лимита Фогич А Мун, конечно, очень нагло играет Он и не выходит из лимита Агрессирует при этом И еще ставит экспант Офигел Надо проверять эксп Надо проверять эксп Пошел вроде справа куда-то А, сам ставит экспант Серьезно? Но Мун, в отличие от Фогича Тут же И он его отменит Очень хорошая разведка От Луналикова Понятно, почему Арчен Мун Был убил С этим С ОП С ОП С ОП С ОП 80 лимита Под 80 лимита у Муна 58 на 80 То есть он уже выходит из лимита Но выигрывает время Господи, какой же экспант грамотный Вроде Ооо Да, это 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 другой уровень Извините Это такой Просто такой Такая потеря темпа У Фогги Там supply block Минус 2 Мунвела На подрывнике Там экспант Начинает работать Офигеть Либо сейчас Либо сейчас Каким-то макаром Не знаю Фогич ушатывает Муна Ушатывает Муна, просто вот буквально Неплохо сейчас, кстати, подрядка Сам свой спасает, двух спасает, хорошо 57-59 Да, нужны Самое главное, экспанд Спасается, кое-как тут убивает одну дриаду Убивает Арчу, получает уровень Убивает еще одну дриаду Нормально, 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 нормально Может еще одну цепанем 54-52 Цепанит, 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 цепанит Можешь, рейндж есть Цепанул, хорошо Блин, вот сейчас еще базу разведай Пожалуйста, разведай базу Я понимаю, что это нелогично Я понимаю, что это должны сейчас другие задачи решать Ну, Господи, как же нужно Как же нужно сейчас увидеть эту базу, а? Как же нужно, именно туда надо идти Мун сейчас еще может по... Опять экспанд Не должен успеть, не должен успеть Не должен успеть, не должен успеть Не должен успеть Или успеет Энты еще, ёппер, СТ Да, вын, да, придется отменять Две Все, на экспант, на экспант, на экспант, давай Случайно, я понимаю, тебе по пути, все равно зайди Там буквально пять шагов пройти Заходит, заходит, экс Давай, все, все, отлично Берем дрыны, отменяем экс Офигеть, можно еще выиграть, у нас почти пятый уровень Да вы что, оситка пошла, не спасти, не спасти Веспами на халяву Но сзади Мун подходит, берем дрыны Опасный момент Опасный момент, опасный момент Перегруппироваемся, козел, подставляется козел без ТП, с одним свитком Хорошо, правда там лечение, блин, перегруппироваемся дриадами МГ, конечно, стараются, алхимик попадает под удар Там еще есть свиток, падает одна дриада 51 на 49, у нас чуть меньше даже лимита К сожалению, свиток от Муна начинает контролить дриад Ах ты гад, а Столько, короче, дриады прорываются к нашим дриадам К сожалению, его очень много Малтон джайанты есть, ну а что они могут сделать? Они слишком медленны в плане урона Алхимик пытается выжить, у него есть... он хороший танк, у него есть еще анг Нужно срочно дриад подстраивать Малтон джайантов и так хватит Давай, убивай, минус еще одна дриада Хорошо, 53 на 50, у нас уже побольше лимита немножко Пытается, пытается, блин, бутылек еще есть, хорошо, бутылек Дриада одна приходит, очень битая, видимо там нейтралы или... Или она просто не успела отхиляться Пытается, а, пытается базу просто убить Бутылек проедает Успеем? Успеем ли? Не, ну там два виспа еще ТП Успеем? Успеем? Нет 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 Ах ты гад А, ладно, у нас база, надо срочно восстанавливаться Еще есть шансы, 51-53, у нас мундвеллы Хорошо, герои здоровые, бежим на экспант Бежим в сторону врага Нужно взять с тобой пару виспов, пару виспов с собой возьми Кого еще хочет взять? Троля большого, троля? Троля берсерка Не факт Аааа, 59-56, лимит нормальный Ммм, нычка на нычку Лечится алхимик, второе лечение У нас герои лучше, у нас 5, почти 5, там 4-4 Ну там почти 5-4 Лимиты одинаковые У нас преимущество пока еще, все еще есть Только у него экспант раньше Диспелит Ему выгоднее сейчас на лимит даже наращивать Чем лезть в атаку Потому что у него, по крайней мере, МГ и дряд не так много Нужно больше лимита Готовится к атаке Муны Вот чуть меньше, это необоснованная атака Энты на энтом, дриады на дриад А Маутен Джайанты сзади, ну какого хрена? Ну перегруппируйся, перегруппируйся Очень много энтов Диспел, 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 диспел Диспел, 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 диспел У нас хорошо лечит, 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 дрядка Еле-еле выживает Пятый левел нужен, срочно пятый левел Получает пятый левел, только не мы, а Мун, к сожалению, с третьим лечением 52 лимит на 58 Муна уже больше, он перелечивает просто Да, переконтраливает Микро Муна великолепно просто Он всех коз просто ушатал у Фогича Это... Либо это козла убит, козла убит! Козла можно убить! Нет, там диспел, козел уходит 5-5 на 5-4 49 на 62 Вау, увы, беда какая-то Еще одна приковка, попытка убить козла Ситка, неплохо Став, Став Очень четко отыгрывает Мун Великолепное исполнение Есть, конечно, у нас тут Анг Маутенджайнты кое-как, кое-где Каким-то макаром Алхимика может попробовать Алхимика, есть манна на Алхимика? Алхимик? Ну, минус-минус дряды Да он в битву зашел Офигеть, как плохо! То есть у него вперед дряды Три Маутенджайнта там такие Извините, подвиньтесь, пожалуйста, пропустите Нет, нет, не пропускают 63-55, не надо никуда лезть Не надо никуда лезть, прошу тебя Вот, вот, умоляю Уфогеть еще чуть быстрее будет Кипер шестой Там 5-5 герои Главное сейчас, блин, надо как-то расконтраливать это Я не знаю как, я не знаю как Тяжеловато Мун отрезает подкреп Он начинает опять фокусить дряд Блин, как же, как же фокусить Там крит масса дряд И неважно там, как ты чинишь, как ты лечишь Просто отстреливаются Он просто дрядами убивает Одна дрядка остается всего лишь Последнюю третью убирают у нас Вылечивает единственную дряду, которая там могла бы умереть У Фогича И все, и массовый диспол Нет, нет, не надо было сражаться, конечно, в той ситуации Надо было, ну, по крайней мере, ждать массы Вперед выставлять Малтун Джайантов Не подставлять ни в коем случае своих дряд Там была позиция очень хорошая Что к Козам сложно было пробежать вперед 55 лимит на 73 Ну а что вы хотите? Тут у нас нет диспола, к сожалению Придется дисполить просто в виспаме Но там же нычка работает, друзья Очень битый алхимик Его прикапывают сразу После он передает став Не успевает стафануть Минус первый герой Минус второй герой Это Мун Чемпион, друзья Увы, но уровень совсем другой Совсем другой Дрядами убил Малтун Джайантов с дрядами Джи-джи, 4-1 Мун Чемпион Мун Чемпион Но он заслужил, безусловно Безусловно заслужил Такая у него игра прекрасная Такой у него контроль замечательный Он на турнире отдал Одну карту Или две В группах у него 10-0 В плей-оффе у него 3-1 3-0 4-1 Две карты Две карты он отдал Там из 20 Две, две Ну, вторую как раз Фогич отжал Прекрасная форма Луналикова Просто прекрасная Да, мы болели Да, мы переживали за Фогича Но вы видели, что здесь прям Прям О, кубок сейчас достанется Это Фрозентрон Как бы он сейчас с этим Не стал Он получит Опять же, шутка про власть Такой спокойный Да, это мне Можно? Спасибо Окей Чемпион Старичок Все с телефонами Естественно Он специально паузу в стриминге брал Для того, чтобы подготовиться к турниру Это было классно Ну, уровень очень хороший Прям очень хороший Ну что, друзья Это был замечательный турнир Фогич почти смог Ну, как почти В финальной серии он сражался Но Тяжеловато Тяжеловато Мун заслуженно одерживает победу Близзардам спасибо за патч И спасибо за новый патч, который вышел Сейчас Немножко подрезали опять эльфов Благодарю, друзья За то, что смотрели За то, что поддерживали Там Росбрейну отдельный респект За то, что занес на старте Хорошо Трансляции Окупились точно По эмоциям они точно окупились Ну что Пора прощаться Я пойду в Икс Ко Не очевидно, что на 150к до конца года Нужно попытаться хотя бы лонгвор пройти Хотя бы попытаться, понимаете А, уже не на 150 Там же еще накинули Там 170 180 тысяч Последнее благодарность вам За то, что смотрели За то, что болели Было классно Увидимся через минут 10 на Икскоме Пока